Новенький центр спортивной борьбы в Заволжском районе принимает свой первый турнир. На межрегиональные соревнования по вольной борьбе приехали ребята из разных спортивных школ города, области, а также соседних регионов. Всего на ковер вышли почти 150 спортсменов разного возраста, от 10 до 17 лет. Турнир проходит в нашем новом спортивном центре борьбы, который отбирал президент России Владимир Путин. Это первый турнир, он проходит в основном городе, на Боливаре Илюшина, который построен по национальному проекту. Подобные состязания не первые, а уже одиннадцатые по счету. Турнир посвящен памяти детского тренера Арамеля Даутова. Много лет он проработал в спортивной школе номер 9, воспитывал настоящих чемпионов. Его воспитанники очень дружны между собой и регулярно приходят на турниры. Был детским тренером и воспитывал наших спортсменов. То есть многие ребята, спонсоры этого турнира, это его воспитанники. То есть по ихнему предложению, после его трагической гибели был организован вот этот турнир. Он проходит традиционно, как я уже сказал. И вот уже одиннадцатый год, одиннадцатый год в память него проходит этот турнир. Среди участников ребята как опытные, так и начинающие. Братья Шишлова и Зинза занимаются борьбой несколько лет. Признаются, что во время летних каникул хотелось чем до себя занять. Так и попали в секцию по вольной борьбе. Мне особенно понравились броски в ней, в борьбе, особенно через бедро. И мне очень понравился проход в ноги. Я его очень часто делаю и я очень часто благодаря ему выигрываю. На сегодняшний день в Центре спортивной борьбы занимаются дети по разным видам спорта. Работают секции по вольной и греко-римской борьбе, проводятся занятия по акробатике и танцам. Объект был построен по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Анна Тищенко, Управда ТВ.